всем привет ребята вы канал на канале тесла находки сегодня находки первые находки в этом году скажем так что есть находки не очень а есть хорошие что относится к находкам не очень вот я взял такой вот прибор это у нас типа типа юниверсум 3 в одном то есть тут проигрывать тут как бы усилитель и магнитофон конечно это дешевка дешевка полная потому как я думал что здесь вот это вот металлическая все нет здесь пластмасс причем крутится уже с трудом аж ну давно давно стоял короче дешевое дерьмо поэтому место именно там откуда его взял что мы и сделаем ближайшее время потом значит вот такой был ящичек найден с кучей кучей проводов и всяких мелочей но такие это я уже отсортировал я хочу сказать да здесь вот такие были наушники винтажные с наушниками проблем нету поэтому я их не оставлю они нафиг не нужны вот такие часы какие-то странные здесь ресивер для телевизора вот ну и куча 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 всяких проводов которые в принципе не нужны мне здесь трансмиттеры по-моему они для телевизоров идут то есть передавать сигнал из одной допустим комнаты в другую без кабеля да вот ну для меня нет тоже ничему такой трансмиттер от philips пульты и всякая мелочь ну короче всякое дерьмо здесь уже осталось которая пойдет на метал вот а тут вот я сортировал немножечко значит вещей которые я оставлю это допустим вот такой кабель от компьютера всегда нужен это вот такой вот блок питания кстати можно его потом будет так motorola блок питания дальше у нас ну кабель вот такой сейчас он мне понадобится сторону откладываем два вот таких мобильника один motorola как раз таки и один sony ericsson sony ericsson нормально состояние и интересные две вещи такие две колонки именно от sony ericsson немножко спуталась спутался провод часа спутаем его для тех кто ценит sony ericsson интересная вещь колоночки оригинальные вот так вот они выглядят ближе покажу вот такие вот колонки вот такие вот колонки для sony ericsson вот так вставляются и значит можно слушать музыку как-то должны еще и стоять sony ericsson крышечка отлетела нормально держится ладно убираем это это значит пойдет отдельно у меня есть знакомые которые sony ericsson любят и покупают ну что уберем вот эту штуку здесь у меня еще кучу мелочей которые были найдены здесь значит вот такая зарядка для аккумулятора ну для батареек скажем так вот причем батарейки были там тоже но я сейчас правильно вставил и вот они сейчас данный момент заряжаются это тоже было найдено в этом ящике здесь у нас здесь была вот такая вот штука не знаю по моему это от клавиатуры либо мышки вот здесь было что-то от компьютера но осталось только вот зато кабель и там кота заглушка и больше даже выкинуть еще вот такой микро линк 56 к не знаю для чего он нужен но у меня здесь интересует вот этот тумблер маленький этот тумблер я сниму а остальное все конечно же выкинул в сторону дальше дальше куча калилей вот это вот я не знаю ребят кто-то может подскажет что вот это за шня гита сенсор 4 штуки не знаю для какого прибора ну такое подсоединение к ним пока тоже кинул ящик потому что я без понятия для чего здесь были найдены два микрофона от playstation 2 или 3 не помню написано zing star playstation это я точно знаю вот тоже оставлю их потому что я как бы собираю дальше дальше вот такой вот кабель печень и кабель здесь нормально и стиме здесь микро то есть тоже такой кадр пригодится тоже его оставлю тут у нас зарядка как раз для sony ericsson тоже ходит туда где они сюда записался какой-то кабель непонятно не нужно мне совершенно его мы выкидывать здесь кабель еще один от компьютера и еще один по моему это от какого-то фотоаппарата либо не знаю я тоже его выкидывать значит эти два кабеля оставляю здесь еще будут зарядочка зарядочка на от philips а кстати это вот как раз от того транслитера который это оставили кое-что то что выкидывать скажем так от сортировали дальше дальше у нас усилитель усилитель вот такой вот усилитель sony сейчас у нас вчера еще был мокренький но сейчас он подсох ему нужен пульт я вижу у него здесь есть сенсор мы попробуем включить пока пока просто включить без проверки да он уже включен кстати вот сейчас он стоит на тюнинге да мы его проверим ребят вот он значит у него работает здесь все вот нужно сейчас выключить свет вот так по крайней мере будет лучше видно да вот здесь вот показывает где на каком вот сейчас фона стоит здесь сейчас стоит тейп 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 2 аукс сиди ну и громко здесь плюс тут еще спики с бас тонны травим баланс короче мы его проверим мы его проверим позже немножко пока его выключу я в принципе даже уверен что он работает вот неплохой усилок скажем так кстати задел не показал с такими соединениями в принципе неплохой и дальше у нас очень хороший очень даже замечательные винтажные колонки это у нас колонки от джи би эль положим сейчас значит вот так они выглядят но здесь значит немножко мне огорчило конечно то что а конкретно динамики динамики у него вот эти вот подвесы у него короче сгнили спрели вот поэтому их нужно конечно же разбирать и подвесы менять чего я делать лично не буду есть у меня знакомые которые занимаются колонки и и они их так сказать охотно купят вот вторая колонка такая же в таком же состоянии покажем вам в таком же состоянии то же самое у него с динамиком с одним здесь все нормально вот но и состояние ее конкретно тоже тут немножко где-то нужно вытереть и такие-то мелкие царапки есть в основном все нормально приятные колоночки кстати вот убираем в сторону один прибор на один очень хороший а конкретно это винтажный вот такой винтажный магнитофон вот единственное что значит я его не проверял вчера его долго обдувал феном продавал внутри феном потому как он был мокрый вот но сейчас вроде бы все уже все сухо я посмотрел надеюсь что достаточно продум сейчас мы так здесь кстати все правильно есть выход на колонки вот так его поставлю значит что это у нас это у нас грюндик rr 1140 это по любому раритет и по любому я хочу сразу сказать что в зависимости от того работает он или не работает он уйдет за неплохие деньги поэтому находка зачетная вот мы сейчас значит что у нас здесь будем разбираться эту кнопочку можно выключить где-то у него должна быть кнопка включения да ищем в принципе здесь все в комплекте ребят здесь не хватает одного маленького шильдика на котором там что-то должно быть написано вот функцион нет это никто это проверка батареек так включение кнопка интересно где давайте включим так ну пока я не могу разобраться где у него включается так давайте положим чтобы было лучше и так не здесь ли он должен включаться но у него вот в данный момент в данный момент ничего он не показывает и не подает признаков жизни что у нас здесь есть антенна здесь все нормально но ничего у него не загорается но конечно нужно немножко продуть помыть почистить натереть вот я не вижу здесь короче у него никаких кнопок включения кроме вот этой это она по ходу и есть вот вот еще да вот сейчас у него загорелось табло но не горит у него вот это вот панель возможно ее нужно включать отдельно как то звука тоже я пока не слышу здесь у нас звук есть сейчас включим камеры вот это ультра короткие да UFM здесь здесь по звуку все нормально в принципе вот это вот это вот это вот это Так, не могу найти волну нормальную. В принципе это уже не важно, волну найду, потому что здесь в подвале не очень все это хорошо поступает. Сейчас включу свет и мне нужна в данный момент кассета. Кассета где-то у меня была тут, нужно перескать. Либо их нет, нет, здесь у меня кассета, вот она кассета. Я хочу проверить его на кассетник, работает ли кассетник у него. Стоп, кассета. Я думаю, что кассетник у него работать не будет, так как с ними всегда проблемы. Хотя я ошибался. Работает кассета, играет. Вот она кассета, конечно же не какая там. Но самое главное, что она рабочая, работает сам прибор. Вот, что у нас здесь. Я вам сейчас покажу. Для того, чтобы работало вот здесь табло. там нужны батарейки, их нужно вставлять тоже, да? Вот. Ну и по его внешнему виду, в принципе, он замечательно выглядит. Немножко его тоже, я говорю, потереть. И это у нас действительно раритет. Раритет. Вот так баланс. В принципе, можно здесь менять так. Запись на кассете, конечно, говно. Здесь есть внизу, сзади, для батареек вот такой отсек. И вот тут должны быть батарейки, чтобы загорелось табло. Сейчас мы поставим сюда аккумулятор, который, я надеюсь, зарядили чуть-чуть. И посмотрим на табло впереди, которое как раз программой включает. Вот таким макаром. Значит, вот здесь должно, в принципе, батареек табло работать. Сейчас мы выключим магнитофон. Загорелось табло, а здесь так и не горит. Вот батарейки, конечно, сейчас спорный вопрос, рабочие они или нет. Вот сейчас я посмотрю, у меня полонок. Да, у меня есть батарейки, которые, я знаю точно, заряжены. Поэтому сейчас еще раз поменяю. Очень интересный прибор, ребят. Мне его даже жалко. Как бы будет отдавать, продавать. Потому как, ну, это действительно уже легенда, раритет. Вот, и... Места, конечно, для таких приборов у меня не хватает. Нет у меня места для того, чтобы такие вещи коллекционировать. Хотя я бы это делал с удовольствием. Итак. Вроде бы, как бы. Я, кстати, ошибался. Панель горит. И вот здесь теперь можно видеть, да? Вот они. Вот оно табло. Странно оно как-то светится. Странно очень. Батарейки я вставил. Возможно, из-за того, что он был мокрый. Я не знаю. Но, тем не менее. Тем не менее, ребят. Вот. Сейчас я вот так вот выключу свет. Этот и этот. И можно уже будет видеть, да? Значит, у него шкала горит. Здесь у него подсветка. Здесь 2 этих вот дисплея дигитальных тоже как бы работают. Ну и сигнал. Сигнал. Антенна, кстати, тоже в хорошем состоянии. Вот. Ну а что-либо поймать. Удачи здесь позвали или нет, не знаю. Будем смотреть, будем пробовать. В общем, вот такой. Хорошая такая находка. Сейчас я выключу. Значит, теперь нужно просто ей заняться. Она стоит того, чтобы ей заняться. Поэтому находку будем считать зачетной. Зачетной. Все, ребят. Значит, на этом больше у меня нет ничего. Вот такие были у нас первые находки. Значит, мы проверим еще Sony в следующем видео. Погоняем его. Ну и этот я покажу вам. Когда он будет в порядок приведен. Я покажу вам его, значит, состояние, работу и так далее. На этом все. Я заканчиваю. Кому понравилось видео, находки, ставьте лайки. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем удачи. И до следующего видео.